Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Представьте, что слушают это и это считают люди неверующие. Свет – это главное солнце. Солнце на луну падает, тоже маленько видать. Электричество придумали, свечки горят. Что имел в виду Господь? Себя называют светом. Мы сегодня посмотрим примерно 33 свидетельства, которые из Святой Библии. Чтобы научились понимать, что свет настолько хорошо, что он нас делает светом. А это уже совсем другой вопрос. Вокруг нас люди. А по слову Божию, оказывается, никого и нет. Земля растлилась. Земля не может растлиться, она может размокнуть. Землей названы люди, которые живут, которые из земли происхождение их. Так нам учит Слово Божие. Господь наставляет нас на путь истинный через Слово Своё. Мы имеем, вошли в чужой труд, кто сохранил написанное пророками, достигло для нас в переводе в русском. И мы готовы берем и считаем. Кто сказал? Пророк, апостол. Но тогда, когда впереди говорится, и они собрались вместе. Это никто не сказал, это Дух Святой говорит. Вот эти слова, которые принадлежат. И явился Самуил. Дальше говорит он. Люди говорят, да он не мог оттуда явиться. Во свете мы всё видим. Вот просто вообразите. Мы пришли, сегодня света нет. Мы по-другому бы стали вести, может быть, и искать другой источник света. Я попрошу, сами себя просто проанализируйте. Насколько мы являемся светом для окружающего мира. Девять пять. Евангелие от Иоанна. Хорошо бы, если вы записывали это и дома ещё раз посмотрели. Да если запись есть, вы прослушайте. Да коли я в мире, я свет миру. А его нет, Господь-то. Для вас быть лучше, если я уйду. Почему? Господь только в одном месте, если он был в Вифлееме, в Назарете его не было. Но если я уйду, Дух Святой придёт. И тогда одновременно, на всей земле, и в космосе, и в шахтёры, все могут молиться и Духа Святого ощущать. Надо всё это проникнуть и сказать, когда ты стал светом. Вот этот мир, это тьма. И там свету много. Сейчас вот дома строят, какими-то полосами играет там. Каждый этаж, как пояс, обопоясан. А люди во тьме живут. Почему? Главный вопрос. Я часто в интернете задаю. Ты один вопрос ответь. Для чего ты родился? И цель какая? Она в любом случае должна быть. Ты внезапно умер, внезапно взорвалось что-то. Ты в эту секунду должен достичь той цели, ради чего родился. А если ты этого не знаешь, ты никаких усилий не прилагал к этому. И ничем не отличался от животных. Притом с животными сравнивать человека очень не похоже. Златоуст говорит, если у льва одно кровожадность, у змеи хитрость, у человека в одном всё. И дальше начинает перечислять. Дьявол не блудит, не серебролюбив. Человек хуже дьявола. А это тьма. Почему мы говорим? Мы живём на земле сейчас. И должны подумать. Когда мы услышали об этом свете, когда мы из этой тьмы вышли. Когда мы стали освещать других людей, призывать к этому свету. Потому что бросьте во тьму внешнюю, будет сказано. Это кара. Когда человек не знает. Тьма. В войну было как. Завесат везде окна завешенные. Если кто-то открыл, я это могут под суд отдать. Чтобы ночные самолёты не определили, куда бомбы бросать. Бытие 1.4. Начнём с самого начала. Когда свет появился, кто его создал, с какой целью. Сегодняшнее у нас знакомство будет со светом. То есть самими собой. Людей называют света. Вот которая самарянка была, Фатина. Фатина это Светлана. Вот ещё где мы найдём свет. Итак, Бытие 1.4. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. Ну, Богу нужно было свет увидеть. Ой, какой он хороший. Это даётся для человека всё. Или на людей жалоба. Господь говорит, сойдём и посмотрим. То есть там не видать. Надо рядом быть. Это всё антропоморфизм называется. Очеловечивание. Божьи свойства к человеку. Чтобы он, ну, как-то понял. Что Бог не наказывает, тщательно не исследовав дело. 129 раз мы будем встречать это слово в Святой Библии. Из них, так, прочитаем в Акфея 4.16. Переходим в Новый Завет, потом снова вернёмся в старый. Делаем сравнение. 4.16. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И сидящим в стране, и тени смертной, воссиял свет. И сидящим. О ком говорится, это люди жили. Вы были во тьме. Вот 72 года советская власть. Все силы бросали, даже искорка загорается. Они легионам кидались туда, чтобы затушить. Не говорить. И жили люди, жили и умирали. Перед смертью некоторые тайно там вызвать священника. Крестить нельзя было. Если покрестили, на работе узнали, могут вымерть с работы. У нас была одна. Так, сразу уволили. Да и мы сами ещё кто захватили эту власть. Более злобной против света власти не было нигде. Всё вопреки человека. Самые неугодные режимы в мире этого не делали. Проверка это на сельском хозяйстве. Сходят от зари до зари мужик смыкал, говорит, на поле. А здесь так, самых лучших. Сразу узнавали, как живёт. Хорошо. Три коровы. Всё, две ещё потерпели, а три нет. В Нарым. Ничего нету. Зима наступает. И всё. Штабелями. 12 миллионов лучших тружеников страны уничтожили. Ни за что. Просто сатана. Притом люди молились, ходили. Но другое дело, если бы Бога не знали, тогда кроме стона ничего бы не было. А люди, умирая, благословляли Бога. Кончился жизненный путь. Поприще окончено, Павел говорит, готовится венец жизни. Так, 5.14. Мы идём в Евангелие от Матфея по порядку. 5.14. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вот как. Мы свет мира. Давно вы повторяли для себя. Как бы ты не был одет, как бы ты питался, там, больной, здоровый. Мы свет миру. Вот у нас в деревне старожитель был, Серафима Гавриловна. И ей операцию делали там по глазам. Так, хирург потом другим рассказывал. Я, говорит, операцию делаю, а она мне о Боге говорит. Первый раз такое, говорит, встретил. Это Бог делает так. А почему? Искорка загорается. Он другим сказал, так что так, Бог сильный человек. Она как будто боли не чувствует. Поэтому христиан первых казнили, то язычники говорили, они как деревья, вообще не чувствуют боли. Смеялись над теми, кто их на огромных сковордах жарил. Переверните на другой Бог. Это Бог и жарился уже. Дрог нету. Вот сам его займите. Не можете разжечь, как следует. А то есть жития святых. 6.23. Прочитали? 6.23. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? А теперь начинается определенное око, глаз. Как мы видим все вокруг? Почему это происходит? Какие сегодня идут события? Если твой глаз не смотрит, то есть не проспещен светом Евангелия, ты не поймешь, что же делается. Друг на друга убивают. И каких только нет, чего только нету. Вас это все. И ум это око. И ты умом, просвещенным из Святой Библии, рассуждения делаешь совершенно другие. Вот люди, какие кинулись на такие территории, где зимы нету, в Краснодарский край. А вчера рванул на Краснодаре-то. И люди теперь взятки, а уже ничего не сделаешь. И при том, самое большое предприятие зажгли дроны. Речь идет о миллиардных убытках. Избивателя, который по воздуху летал, говорит, самолет определял, когда нет. В это время его сшибли тоже эти дроны. А кого, с кем воевать-то? Никого нет. Вот железка летит какая-то. Это сегодняшнее такое событие. Сейчас мы здесь. Почему? Мы не знаем, что будет дальше. Написано в 13-14 пророка Исаии. Каждый побежит к своему народу, к своей стране. Те, которые уехали, где-то приспособились, где-то. В прошлые годы немцы ехали на родину. А когда приехали, сейчас что там делается? Сейчас вначале немцы, природное, просятся в Россию. Почему? Вы знаете, Господь однажды наказал людей. Сгорело все. То есть худшего греха, золотого взглядов нету, нету, как садомский грех. А у них это практикуется в школах. Вот ребенок маленький, он должен выбрать себе, кто он будет, мальчик или девочка. Он должен, как же, он родился, мальчик. Все люди придумали. И тогда сгорит вся земля. И все, что на ней. Эти гей-парады, которые идут. Благодаря не Богу я услышал, когда стали наседать на главного руководителя, президента нашей страны. Он говорит, у нас и так мало людей. И отшиб этих. В Грузии они попытались сделать. Ну а там кто мог, кто с кабардой, кто с табуретками. Заглушили, два полиции спасли, больше нету, как отрезало. Почему? Православная страна. Патриарх говорит, у нас это не принято. Ну, ссылается не на Библию, а не принято в национальной нашем обществе. А которые ходили и делали, быстро переловили. Что интересно, против этого греха боролся и Сталин и Гитлер. Это выходит, мы куда-то шагнули в какую-то область, в которой вообще тьма кромешная. Есть тьма внутренняя, не просвещение, и тьма внешняя. Мы сегодня это коснемся. В Новом Завете 37 раз об этом будет сказано. Евангелие от Луки 2.32. Это пока слышите, но место 2 запомнить попрошу. Свет просвещения язычников и славу народа твоего, Израиля. Просвещение. И вот в школу, чтобы прийти и сказать под разными, там, культуру какую-то, названия такие дают, чтобы никто не догадался, о чем речь идет, а прямо о Боге говорить. У меня было близкие знакомства с директорами и назначили встречу. Мы собрали директоров школ Барнаула. Ну, естественно, я выступил, сказал. Но когда я сошел с арены, а потом, ну, вижу, что он заканчивается, вышел. Тогда вышел, кто организовывал, вот наши главные враги. Все наше учение, что мы при этом в школе, он все сметает. Если вы преподаете медицину, природу, мы не отрицаем это, мы во всем видим милость Божию, и что нам открыл на это глаза. 8.16. Луки. Никто, зажигший свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ну, себя проверь, если ты отознаешь и видишь, как делают, что ты там сказал, где, на какой работе там, уголь грузишь где-то, шахтер, ну, ты где-то же бываешь. И расскажи людям сюда, да, выбери момент такой. И скажи, главное, что нам открыто, перед нами пришли поколения, там, врачи или кто. Это Бог открыл им. И почему там Филатовы, другие по глазам, которые были. А они не отрицали Бога. Ну, так проверьте, в своей области, какие были люди, верили они в Бога или не верили. Ну, не все же ньютонами родились. А потом узнают. Павлов, оказывается, физиолог. Сидит, читает Евангелие. Матрос рядом подсел. Видит Евангелие. Ты, дед, что считаешь? Да Евангелие, сынок, эх, темнота. То есть, темнота. А он переполняется под патантажем. Он не был. Сколько людей убил. Это никак. То есть, переворот в сознании есть и наоборот старый свет называет тьмою, а тьма светом. Так. Евангелие Теяна. 1, 4 и 9. Мы пройдем по всему Писанию и наполним мысльство и сердце понятием о свете. И возревновать о нем. 1, 4. В нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. Видите, как просто. О нас будет ли это сказано? Что говорится об Иоанне, Крестителе, о Спасителе? 9 стих. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Просвещает свет. Безбожники понятия об этом не имеют. Свет освещает где-то. А чтоб проверить, как вот зимой, когда что-то делают, бетонируют. Ну и большой фундамент, там подземные этажи делают. А мороз не терпит. Мороз не может перенести бетон. И поэтому втыкает штекеры там. Проволока какая. Потом перепутывается и пускает проволоку туда. Чтобы она разогревала. И бетон набрал силу. И свет погас. А нам надо, ему надо проверять. У меня брат работал там в Москве. Он говорит, у нас было сколько? 8 человек, кажется. Осталось 2. Потому что с током разговариваем, как господин ток. Он никого не признает. Задел только где-то, замкнуло. Человека не так, как пришли, он и дымится уже одни кости. Вот это вот, когда обогревают и в темноте, и все перепутанное. Я делаю сравнение с нашей жизнью. Мы точно так же, по любому событию, едва ли можем сказать правильно, если не будем смиряться со Словом Божиим. Так. Третья глава. С 19 по 20. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злы. Знаете, люди возлюбили тьму, причина, потому что дела их были злые. Вот и все. Прямо пропорционально жизни человека наклонность к свету. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Вот у нас точно так есть. Боятся, что снимают, где-то глядеть. Тайна, это тьма. Если ты нормально делаешь, вот мы снимаем это все. Я домой прихожу, а сестра уже выставила. И уже поэтому, по вчерашнему, по вчерашней проповеди уже вопросы идут. Новые люди приходят. Это не скрывайте ничего. Вас Бог избрал, открыл. А то соседи и ближние обязательно не будут знать. Придумали сегодня захватывать как территорию. Приносят списанные машины, там, колеса. Обливают бензином к дверям и пылают все. Наконец словили. Но кто направлял это и потом торговали этими местами. Это особая тьма. Она, видимо, никогда не откроется. Двенадцать тридцать шесть. Да. Одиннадцать девять. Правильно. Пропустил. Одиннадцать девять. Иисус отвечал. Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается. Потому что видит свет мира сего. Люди понимали, что Христос им говорил? Свет не солнца, не от свечки. Свет мира. Откуда? Видите, простые слова. Сходу тут прочитать. Ну, даже задуматься некогда. А теперь начни рассуждать. Господь-то говорил, знал. Не двенадцать тысяч часов во дне. Это время, которое... А почему двенадцать? Это две тысячи лет назад, оказывается, двадцать четыре часа уже считали. Если десять, двадцать, то понятно. А так шестьдесят минут, шестьдесят секунд. Почему? Вот это нигде не нашел. Почему и кто когда впервые ввел данные, которыми мы пользуемся? Для того нас Господь послал сегодня в храм, чтобы мы в это услышали. Некоторых даже и компьютера нет. Им только единственная возможность здесь говорить. Слышать. Двенадцать тридцать шесть. Евангелие от Яна считаем. Двенадцать тридцать шесть и сорок шесть все отдельно. «Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете с нами света». Заметьте, веруйте в свет. Я во Христа верю. Веруйте в свет. Понимаете, сколько заложено тайн здесь. Веруйте в свет. Свет как написано? С большой вопрос? Маленький? Тридцать шесть. Маленький. Маленький. То есть, речь идет о внутреннем состоянии. Веруйте, что нам Господь открывает. Вот сейчас, что есть, это лучи света, которые испустил двух святых через апостолов. Через пророка мы посмотрели, Моисей, сорок шесть. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». Вот весь ответ. С кем будете говорить, только скажи «Я христианин». Договорились бы, грамоты нету. Враг допрашивает. «Я христианин». Вы сегодня знаете, из-за покойника, что какая смута идет. А все уже заранее рассчитано, те и другие. А что? Мы потеряли многое. Потеряли мы намного раньше это все. При том, что люди, которые во тьме, они видят только сегодняшнее. Мы должны взять причину, которая это побудила. Не просто у нас война идет. А, Господи, как мы согрешили. И почему так с нами поступают люди. Это все мы найдем в этом свете, который Господь просвещает здесь. По газетам этого не найдешь. Деяние 26.13. Вот, Деяние 26.13. Сейчас услышим. «Среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящее солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною». Как он видел его? Глазами только плотскими или нет? Павел говорит «Савл». Еще «Савл» был. Это он говорит первый шаг, который он сделал вопреки тому, для чего его поставила власть. Власть наградила его званиями. Он прокурор. У него наручники. Люди, которые будут людей в тюрьму сажать. Он там истребил все в городе, в столице Иерусалима. Теперь идет Дамаск. Столица другого раньше государства. А теперь Дамаск, посмотри, где. И вдруг люди ничего не думают. Может быть, идут, а разговаривают. И вдруг свет. И никто не видел. А он ослеп. К себе применил. У тебя был этот момент, когда ты обратился? Внутренний свет, когда сияет, все идет по-другому. И только одно. Ах, сколько же времени я прожил. У тебя в 23 года ты увидел этот свет. Не делал, что люди делают. Но во тьме сплошной. Где не посмотрю, все не так. И что? Фильм послужил. Началом поиска. Отвержена Виктория Юго. Поставили. Франция и Германия поставили. Как ты страдал, отец. Он показывает. Вот он. Великий страдалец. Распятие на весь экран. С углов угол. А в армии был. Люди говорят, какой скучный фильм. А он меня потряс буквально. Библиотека пошел, нашел книгу, стал читать. Но пока Библия не попала в руки, уже все было готово. И наконец, 27 сентября, в 62 году, в 17.00, для меня воссиял вот этот свет. Я перед глазами всю эту картину вижу. И самое такое желание было, скорее встать на колени. И спросить прощения у Бога и получить этот свет. По-другому нельзя. К вечеру должен вернуться на корабль. Стопроцентное здоровье. Но Господь показал тьма, коллега. Ты ничего не знаешь. Заново пришлось пересматривать все абсолютно, всю свою жизнь. Благословен тот день, да будет перед Богом, когда Он позволил мне родиться свыше. Первое Петра, 2.9. Мы сейчас посмотрим, как понимал апостол Петр, Иоанн, Павел. 2.9. Но вы, род, избранный, царственность священства, народ святой. Люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Заметьте, программа. А в одном стихе заложено. Научитесь записывать, потом будете искать. Наделайте ошибок, и назад возврата не будет. Еще раз, слушайте внимательно. Это говорит Петр, рыбак. Но вы, род, избранный. Род избранный. Не бойтесь этого слова. Ну, о себе так мыслите. Да это не я избираю, Бог избирает. Вот когда говорят, кто пойдет, там в разведку было, ну, чтобы не показаться трусом, шагнули все, тогда командир идет, так, ты уже ходил и вернулся. А после этого уже пять раз ходили, ни один не вернулся. Тебе идти. Как-то ты сумел это. То есть, опыт набирается. Бог избирает. Смотря на наши дела и думая, нам придется думать, а куда бы я избрал, что я смогу сделать. Что в старости? Да ничего нету. Только перебивается человек. А бы как? А ты бы сказал, какой мне опыт дал Господь. Как я много могу сделать для молодежи, которые Бога не знают. И сегодня для этого есть возможность где-то через интернет. Вот возьмите, что у нас сообщество здесь меньше делается, а в интернете только больше и больше. Люди разной национальности, разных государств. И они, эти люди, сегодня будут на занятиях. Вот что здесь говорим, это все они будут слушать. И всю неделю, почти каждый день идут занятия. Наш дорогой брат Игорь ведет занятия. И по ветху он вел, и одежды с детьми. И все. Новые люди подходят. А раз у нас знание Библии, святых отцов, он это все для людей это и выносит. И все это фиксируется и размножается. Успевайте, пока есть возможность. Я многократно это уже говорил. Не сидите в потьме всю эту неделю. Вот я пришел, отстоял, отсидел, пошел. Ну, на этом и все. Нет. Нет, впереди ждет что-то нас такое, о чем мы сегодня даже думать не можем. Но выбирать подряд я могу только свет. У Бога разнаряжено, как будет место мира идти. Где? Главное это теперь Израиль. Израиль там, Хамас воюет. Там события все. Мировой правитель оттуда выйдет. И как? В это время государство земли разбивается на 10 царств. Три не покорятся. Уничтожат их. Кто это будет? Это может наше сегодня. А Семеров? Все согласятся с ним. И он проголосит себя Богом. И есть такой фильм 6. Или там Антихрист. Это что прямо показано, как он будет говорить, как выступать. Это многие люди верят. Притом это за рубежом даже. События вплотную нас подбили уже к тому, что последний поворот земного шара. Последний раз стрелка на часах пройдет и остановится. И времени больше не будет. Поэтому мы можем нести эти факелы любви. Вот у нас много Елен. А Елена означает факел. Ты являешься ли факелом? Ты внутренне возьми за себя. Желание, я сегодня услышал. Я пойду. Есть люди, которые старались пакельное шествие сделать, как, вы знаете, тысячи людей. Из него сделали свастику среди. Ну, да, красиво, ровно, интересно. Но все ушло во тьму, как никогда не было. Где бы люди не пытались говорить. Везде слава, слава и четыре буквы были. Всегда, везде. КП, ССС, КАТО, ДПР. Нет, и как будто никогда не было. Почему? Потому что место освобождается для света истинного. Второе Петра 1,19. Мы первое послание, а второе. Не забыл ли Петр, что нам сказал? 1,19. Нету. Так а ты Ивану смотришь. Яну. Вот она где. 1,19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику. О. К слову. Сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот описано пение. Каждое слово, каждая строчка – это поэма. Что? Откроется. Это Дух Святой через свет, через Евангелие, Слово. Это говорит рыбак. Грамоты-то никакой не было. Ни семинария, ни академии. Но он исполнен благодатью Духа Святого. Говорит для нас это. Еще раз прочитаем. Постарайтесь не дремать. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Не просто верное, вернейшее. Исследовать не надо. Это так. Какое? И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику. Вы обращаетесь, к кому я говорю сейчас, к светильнику. Или разошлись и дальше устроить свою жизнь в этом. Один думает, как жениться, другой думает, как построиться, третий – получить образование. У каждого свое. Здесь говорится о другом. Что не меняется с приходом другой власти. Это самое капитальное. И говорят, цель какая? Сына родить, дерево посадить, дом построить. Я говорю, первая буря поломала деревья. Дом тебя могут поджечь. И дальше что у тебя остается? Сын. А ну, сын наркоман. Он меньше тебя будет жить. Все. Да как вы узнали про меня? Вот у меня такое было в университете здесь. Я говорю, я не знал это. Ну как же, вы узнали, что я. Я говорю, первая – женат Бога. Вторая – от рассуждения. А третья – от дьявола. А он наконец-то в третий раз женат и понял, что я воткнул этим. Когда он нас выгонял с кафедры. Дальше. Первая Иоанна 1, 5. И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Не надо слушать никого. Вот сколько сегодня людей, которые верующими, священниками, там, Разноостровским, Пархоменко. Прямо. В Бетхий Завет – это басни еврейские. Это, понимаете, это был такой, этот, руководитель этой свастики и говорил, совесть – это пережитки евреев. Совесть – это главное в человеке. Совесть – пробуди, и что у тебя будет? По совести-то поступай. А как? Не делай тому, кому-то, чего себе не желаешь. Вот так начни тренироваться. И что-то услышал где-то. А я бы в этой обстановке как повел себя? Тебе совесть должна подсказать, движимый Духом Святым. Кремлянам 2.19. Переходим к апостолу Павлу. И уверена себе, что ты путеводитель слепых. Свет для находящихся во тьме. Имейте эту веру. Апостол Павел пишет, что это столица империя была. Это не два человека. 125 миллионов, примерно, насчитывалось в Римской империи. И вы – свет. Этот свет осветил тьму. Ну, люди поклонялись разным богам. Но христианам сказали, вот, Ниша, ставьте статуи Христа и молитесь. А вот здесь-то не получилось. Выходя на арену, они только один звук издавали. Кристос Рыгна. Христос царствует. А вот это что? Бесы. Как бесы? И Марс, бесы, и Венера – все бесы. Пятьсот божеств насчитывалось. Христиане объявили, что все бесы, и все пятьсот божеств, религий, бросились на христиан. Все исчезли. Христианство сегодня исповедует. Два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов. Ну, признают хотя бы. Миллиарды. И далее второе, второе, коринфянам, четыре, четыре, три-четыре, третий-четвертый стих. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествование о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вот и все. Дьявол ослепил людей. Ты человеку скажи это. Какая обида будет? У меня припоминается одна встреча. Первый замгубернатора. И у него, гляжу, журнал великодержавный. Я говорю, вы верите? Вот хорошо написано здесь. Я говорю, и как? Ну, мы за православие. Я говорю, а Христос? Ну, против христианства. Никак не ожидал такого. А оказывается, мы сумели так показать, что нас уже из-за христиан никто не считает, из-за православных нет. А почему? Все православные. А если бы строго было, да не считать Слово Божие, не светить с другим, подожди маленько, главное причаститься. Бог этого не давал нам. Дальше. Ефесянам 5.8. Апостол Павел взялся за нас сегодня. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Оказывается, не просто сказать, я чадо света, а поступайте. А теперь узнаю программу для чада света, какой на первом месте стоит. Жизнь во Христе. По его святым заповедям. Вот когда Господь уже возносился, последний наказ его, последний. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и крестить, спасен будет. А кто противодействовал? Больше, чем православные, там католики, никто не противодействовал. Это мы уже не знаем. Придумали закон, что проповедовать может только епискот. Священники не имели права проповедовать. Это не власть говорила, а сами свои. Наконец разрешили. А диакона, а диакона нет. По сегодняшний день нигде нет. Не проповедуют. И какое чудо Бог совершил? Нам рукоположил щитцов. И вот можешь проповедовать, считать. И поминайте нашего Царства Монебеса Евтихия. Он рукоположил где-то девять, кажется. Но, конечно, ему было обидно. Столько щитцов в диакона не может продвинуть. Двоих только поставило, рассыпалось. А уж про священника говорить не о чем. То есть люди рассудили. Вот у нас знакомые очень близкие. Очень близкие. Что Бога следаст, будем видеть. Может быть, даже и священника будет. Он поступил. Сдал первый курс в семинарии. А там у них, оказывается, я не знал раньше. Рассматриваю. Можно ли ему дать нагрузку, два курса сдать за год. Ну и спрашивает священник. Священник, который есть благочинный. И архиер решает, ему дали. И он как раз сейчас сдает экзамены за второй курс. А потом за третий. И с осенью пойдет сразу четвертый курс. Просьба помолиться о нем. Господь, чтобы... То есть за ним ничего нигде нет, чтобы Бог сохранил его. Чтобы он нигде ничего не говорил. Чтобы... Нет, вы знаете, о ком я говорю. Милостью Божией. Ну и так. Как Господь нам дает это, помните. Подойдете, спросите, я вам отвечу. 5.13. Это же бед. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. Вот у нас как, дверь закрыть, чтобы никто не... Батюшка исповедует. А ведь у христиан первых-то не было этого. А где было? У Яна Кронштадтского. Был министр просвещения первого советского общества. И он однажды зашел. И я, говорит, видел как. И рядом стоит, кричит, крик на весь храм. Я купец. Я дочь изнасиловал. Люди каялись перед всем миром. Открывали свои... Не было тайны этой. А здесь так? Ну, принято-принято. Мы так и будем делать. Но все-таки не так было. А как полезно? Ну, ты сам рассуди. Когда человек такой и такой есть, он открыто открывает. А у нас даже ничего нет. Все прячемся, как-то сделаем. В таком состоянии ты кто? Тьма. Сплошная тьма. Потому что скрывать-то нечего. Перед Богом это все. Я вот пробовал так, а там вот соблазнился, взял. К нам напрашивался один священник, чтобы приняли его. А он у казаков был. А казаки обязательно... Я говорю, где тебе есть? Да есть. Два сына где? Да оба сидят в тюрьме. Ну, как, батюшка, сидят? Да что? Да залезли где-то на склад и меду несколько пляк утащили. Сладкое захотели. Причина-то какая? Ну, маленько-то вперед посмотри. Я был в шахтах в городе Ростовской области. И вот молодой священник, отец Яр, только что пришел. Я говорю, я что-то веселый такой. Я у баптиста был на собрании. И что? Там молодежи я был. Это столько молодежи у них. Я говорю, батюшка, ну а почему же у вас-то никого нет? Я говорю, нет, это столько молодежи. Какие песни поют? Ну, вот им все скрыли, непонятное. Пришел, отстоял и ушел. А если бы с тебя спрашивал священник, наиспо иди. Когда в последний раз людям говорил о Боге? Нет, отойди. Когда Библию держал в руках, читал. А это такое-то и есть у нас, которые еще не прочитали даже Новый Завет. Дальше. Откровение можно. 18.23. Потом вернемся чуть-чуть впереди книги. 18.23. Откровение. И свет светильника уже не появится в тебе. И голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Ух, какое страшное. И сказано о ком? Нас это не обошло. Я уверен, на сто процентов речь идет о столице. И там не будет света никакого. Надо молиться, чтобы Господь избранных своих просветил. Чтобы правителей сохранил. Потому что буквально весь мир против них озлобленный. Хотя сами они, может, в сотни раз хуже его. Дальше. Экклесиас. 2.13. Что же нам премудрый Соломон скажет? Так. 2.13. И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. Вот это сравнение. Мне бы не начал говорить, вот бывает так, верующий спорит, сам не знает о чем. Но премудрость, свет, тупость вот эта, я не считаю, не знаю, это тьма. А ты каждый день подводи итог, что ты нового узнал. И как это новое послужило для прославления Бога. Вот я вчера только говорил об этом. Уже уходить в храм и звонок опять. Помолитесь. У нас тут вот неладно. Жена разродиться не может. У нас 8 ребятишек было или 9. Один умер, а сейчас вот так. Еще я могу сказать. Подвернулся назад в молитве. Я только закончил молитву, он сразу звонит. Ты разродилась. Какое отношение тут молитва имеет или что? Но дело в том, что люди ищут помощи. А это совершенно из другой, говорит, страны. Это Бог делает так. Чтобы мы имели нужду друг в друге. И Бог слышит нас. Итак, Исайя 8,20. Вот этот стих я попрошу запомнить наизусть. Если кто записывает, просто окружите его. 8,20. Исайя. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Все. Какой бы вопрос не решался. Начиная от рождения до смерти. Если это не по слову Божьей, нет, там света. Да, вот это так сделайте, к тебе хорошо будут относиться. Ну все, дальше тебя должен повыситься. Нет, не в этом дело. А ты не бойся сказать, я христианин. Так это не мешает. Не смотрите сами. У меня не один раз было такое. Господь, с кем я был, вот мне вот это место. 11 лет шел в суд. 11 лет. Это сколько раз. Верховный суд, президиум возвращали назад. Прихожу, все потерялось. Мое дело нету. А как раз Богомовов или Боголюбов там один. Он так пришел в себя. Что ж это такое? Пошел. Ну сколько-то, полчаса побыл. Нашел. Спрятали. Мне мое дело положил сразу на стол. Это люди, которые... Это Шуба тогда был. Это его помощник. Вот как Бог делает это. Помощный представитель президента. И сегодня эти люди нуждаются в помощи молитвенной. Я уже не скрываю вам, что вот 18 лет были у нас занятия в ЭГТУ. Евсегнеев Владимир Васильевич умер. Видимо, он по всеми палатинским этим заражениям работал там. Вот фотография у нас тут стоит. Второе, это бывший мэр города Баварин. Владимир тоже. Я молюсь за них. Они оба говорили о Боге и не отрицали ничего. Но сказать где-то открыто говорили. Я тебя прошу, Господи, если не угодно моя молитва. Два Владимира. И вот, которые у нас здесь есть. Это Хромов Анатолий Петрович. РТИ. Резинотехнических изделий. Лодки там подарил. Сколько нам? Четыре лодки. Вот эти вот коврики лежат. Это все он. Вот. Ну, не трудно будет пару слов сказать. Господи, если моя молитва не угодно, прости. Но он так много добра сделал. Господь говорит, кто вас только напоит холодной водой, и награда его не пропадет. Вот я вам сказал. Какие у нас близкие были люди, их нету. Дальше. Так. 8.20 еще раз. Сейчас закончим это. 8.20 Исайя. Обращайтесь к закону и откровению. Закон и откровение? То есть к Святой Библии обращайтесь. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Под видом верующих там говорят, да я знаю, у меня верили люди такое. Нет там света. Как проверить? Библии другого нет. И при том, ну, надо знать, конечно, ее. Мне на днях один говорит, мы сейчас слушаем Златоуста. А Златоуста, оказывается, места Библии-то до 70 раз на одной проповеди. По-старковному славянски. А вы не останавливайте, записывайте. Это что, все знали? Я говорю, это Бог делает так. Я не останавливаю, когда магнатфон записывал то, что я говорил. Я так глазами, называется, по диагонали читать. И строчки за четыре, я уже вижу, что там написано. Читать, читаю. А сам быстренько и компьютер мой выбрасывает это. И все места, там тысячи мест Библии. И все сходу пришли, говорят, это Бог делает. И главное, сколько лет прошло, и люди начинают интересоваться. Один с Америки там, помощь разбил по частям, по файлам разложил. Кричков. Никогда не знал его. Почему? Вот оно надо сделать доступным. Такие люди к нам на помощь идут. Вот сейчас, если кто не участвует в этом, сделайте это. Как преображает человека Дух Божий. Каким он был до встречи со Христом и какой после. Две фотографии. Прежнюю и эту. И выставили в интернет, там такие отзывы. Вот это, да, без слова. Сразу видно. Все женщины без платка в первую очередь. Мужчины все, ну все почти бритые. Здесь наоборот все. Какой вид. Кто кем хотел быть. Даже это, два, то и другое. Это милость Божия. 59.9. Исайя. Пророк Исайя это большая книга, и поэтому нам он еще подскажет. 59.9. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Жжем света, его тьма, озарение и ходим во мраке. Никакие выборы не помогут. А ты теперь молишь только, чтобы был человек, не отрицающий свет. Я не просто вернулся назад. 8.20. Два стиха надо. Прямо сейчас так и говорили. 8.20 и 21.22. И будут они бродить по земле, жестоко гнетенные и голодные. И во время голоду будут злиться, хулить царя своего и бога своего. И взглянут вверх, и поспорят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Когда мы вели занятия в университетах, больше всего в АГУ, в АГТУ, я говорил, золотое время для нашей общины. Ну, вы сами это видите как. Мы воспользовались по полной программе тогда. Тогда батюшка крестил один, ну, раз сразу 26 человек приходили. А сейчас люди приходят, и намного больше, но только в других странах, и где-то как-то. Иеремия 13.16. Еще потерпите немножко. Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака, тогда вы будете ожидать света, а он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Это Иеремия говорит, мой любимый пророк. И люди будут думать, придут, а там секта, ересь какая-то. И вместо истины он получит ложь, и знать этого не будет. Я привожу эту цифру, это уже устаревшее. В Америке 21 тысяча разных наименований, динаминации конфессии. Дальше, вот еще можно взять, и Римлянам 13.12. Еще три места Писания, прочитаем. Так, Римлянам 13.12. Так, милостью Божией, сейчас мы посмотрим, что нам еще больше кажется. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвернем дела тьмы и обречемся в оружие света. Видите куда? Вот я готовился, у меня материал тоже лежит давно. Но еще начал, и перед самым выходом сюда еще два места нашел, которые... Просчитай еще раз. 12. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвернем дела тьмы и обречемся в оружие света. Это значит, ты был неверующий, там, может, партийный был, в обстановке, не знаю, приблизился день света. Ну, пусть это будут видны, как на этой фотографии. Какой был человек и какой стал, тут уже гадать не надо. Второй Коринфянам 6.14. Поэтому я не сразу добавки делал, они уже... Второй Коринфянам 6.14. Не проклоняйтесь под чужое армо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего света с мою. Вот и все. А то Новый Год встречает, еще и Рождественский пост. От священника тут спросили одного, говорит, небольшой кусок мяса, ну, чтобы... ну, пост идет, но чтобы соблазна не было, можно съесть. Так в этом-то и соблазн. Зачем ты туда пошел? Дальше. 11.14. Смотрите, сколько мы увидели. Как навести себя? 11.14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Вот как. Сам сатана принимает вид ангела света. Не важно, кто он какую должность занимает, патриарх, там, папа римский. Сатана принимает. Человек еще как-то может с этим... Сатану не могу даже определить, когда он сказал и что сделал. Сколько погибло христиан, которые пошли ложным путем. 1 Фестоникистам 5.5. Я уже заранее объявляю. 1 Фестоникистам 5.5. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Можешь сказать, с кем разговариваешь, беседуешь, считаешь, мы дети света, а не тьмы. Вчера на меня внезапно заходит человек такой, такой радостный лицот, наконец-то я у вас встретился, а кто вы будете? Ну, пока не скажешь, я и разговаривать не буду. Пятидесятник. Но насколько его это все коснулось, понимаете, все зашаталось. И он это понимает. Придет второй раз, или нет, или льдов, кажется, фамилия его. Имя такое интересное. Он сколько искал, искал и... А искал как? Как правило, ночью пришел, спал в Америку, я его пнул ногой. А кто ты такой? Я назвал фамилию, имя, вот тогда уже нашел. И вот до конца разговаривал, уже видишь, что у него ничего своего нету. Я только говорю, вот это нельзя, это еретики сказали. Да много не скажешь. Я занятый. Ну, он не мог даже улыбку с лица свести. Наконец-то. Я говорю, слушай, пока возможно, заходи. Я контакты все дал ему. Первым фессоникистом 5-5 прочитали? Да. Ну и все-то. Это у меня что, деяние 17-11, последнее. Потрудись еще. Потому что это я вдобавок давал утром, добавлял, поэтому оно не в строку идет. Деяние 17-11. Здешние были благомыслине фессоникистских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая писание, точно ли это так. Вот так. Вот где свет. Ежедневно собирались. Храма не было ни одного. А сегодня храмы, храмы. И схромались с храмами. Тут маленько, там маленько, заповедь на заповедь. И остались ни с чем. Господь да позволит нам называться сынами света, засадила нас именно такими, и чтобы мы этот свет многим людям донесли, чтобы быть в вечном царстве света и любви Божией. Аминь. Аминь. Аминь.